Коммунальной неустроенностью одна из причин того, что тысяча бесплатных земельных участков, предназначенных для многодетных семей, до сих пор не обрели хозяев. Туда не подведено электричество, нет воды и газа. Часто и строить на этих участках нельзя. Либо это болото, либо военный полигон. Впрочем, есть те, кто построил там дома и теперь ждет обещанных благ цивилизации. Екатерина Хлемязева встретилась с новоселами и разобралась, на что они могут рассчитывать. Улица Лобова на Карте Омска есть, а вот этих домов вы на ней не найдете. К ним не тянутся электропровода, под землей не проходит водопровод. А между тем здесь живут люди, одна из 40 многодетных семей, которым выдали эти участки в поле. В 2013 году они поверили обещаниям омских чиновников и начали строить здесь жилье. Подсказку о новом жилье, просторном и уютном, дети в семье Расторгуевых засыпали в старой съемной квартире. Но когда дом построили, выяснилось, жизнь в нем далеко не сказочно. Печь топят дровами, удобство на улице. Воду возят с колонки, электричество от генератора. На бензин и дрова в месяц уходит 30 тысяч рублей. Съемная квартира теперь кажется потерянным раем. Строительство сильно дорого, много денег уходит, поэтому на съем мы уже не тянули. Переехали сюда, в трех кредитах сидели. То, что к участкам под строительство не были подведены коммуникации, три года назад многодетные семьи, конечно, смутило. Но чиновники уверяли, уже к 2016-му по новым проводам в дома побежит ток, а по трубам – вода. Деньги на инженерные сети надеялись получить к юбилею города из федерального бюджета, но Москва отказала. Пока тоже ищем другие варианты. Ну, некоторые варианты есть, но они достаточно сложные. Там через инвестиционные программы ресурсосберегающих мы тут начали. То есть ищем, но федеральные деньги для нас уже не придут. Сейчас областное правительство предлагает строить коммуникации за счет совместного финансирования города и поставщиков услуг. Правда, город оплачивает лишь 5%, остальное – за счет бизнеса. И не раньше 2018 года, то есть еще два года на генераторах и воде из колонки. Но отсутствие элементарных удобств не единственное, с чем столкнулись многодетные семьи. 130 участков в поселке Светлый попали в так называемую зону с особыми условиями использования Министерства обороны. А это значит, строить на собственной земле жилье люди не имеют права. На многочисленные жалобы военные не реагируют. Эксперты говорят, подобное происходит практически во всех регионах. В Ярославской области, например, 176 семьям предоставили земельные участки прямо вблизи с магистральным газопроводом, где, в общем-то, строиться вообще нельзя и запрещено. А во Владивостоке мы видели ситуацию, когда многодетным семьям выделили участки в реликтовом лесу. Там, конечно, хорошо, свежий воздух, но действующее законодательство запрещает там и строить дома. По официальным данным, дорогами обеспечены немногим менее половины от всех подобных российских поселков. А свет и газ подведены лишь к 15% земель. С тем, что жить на выделенных участках невозможно, столкнулись и многодетные семьи Новосибирска, но не стали надеяться на региональную власть, у которой нет денег на выполнение обязательств по льготам. Здесь самостоятельно объединились в жилищные кооперативы и получили федеральные земли с готовыми коммуникациями. На сегодняшний день отрегистрировано три ЖСК, которые объединили около сотни многодетных семей, которые на сегодняшний день проходят процедуру передачи земельных участков. Конечно, мы пилотные, потому что в Омской области, к сожалению, был сделан проект этого постановления для реализации 161-го федерального закона, но и, к сожалению, на год он завис. Многодетные семьи Омска ждут. Закон обещали принять на следующей неделе. Для создания кооператива уже найдены семьи, выбраны территории и даже создан проект так называемых городков демографического будущего. Это автономные поселения на территории города, где есть и больницы, и детские сады, и школы, и даже свои производства, чтобы многодетные родители могли работать рядом с домом.